Дмитрий, я снова передаю слово вам. Да, Анастасия, не только законодательная, но и научная работа предстоит достаточно большая. Валерий Фольков, министр науки и высшего образования с нами сейчас в прямом эфире. Валерий Николаевич, вот лично перед вами, какая задача была поставлена сегодня? Какую задачу вы услышали? Ну, во-первых, впервые было обозначено в области науки, что у нас появляются важные инновационные проекты государственного значения. В области биомедицины, санитарный щит, и нам необходимо серьезные задачи научные в этой части решить. Второе, это то, что касается новой энергетики, и третье, это экология. По поводу высшего образования прозвучало тоже несколько, на мой взгляд, принципиальных задач продолжить работу по увеличению количества бюджетных мест в регионах. Мы эту работу начали еще в прошлом году, и вот совсем скоро, в ближайшее время, до 1 мая, мы распределим на 2022 год бюджетные места, большая часть из них, конечно же, пойдет в регионы. Вторая важная часть, это поддержать региональные вузы. Президент поставил задачу сделать поддержку не менее 100 региональных вузов, и мы в ближайшие две недели запускаем программу «Приоритет 2030», она именно на это и направлена. И третье, это наша совместная работа с коллегами из Минобороны. У нас сегодня 96 военных учебных центров, они себя очень хорошо зарекомендовали, и очень большой интерес у студентов наших, которые одновременно с обучением вуза, с получением профессии учатся еще и в военных учебных центрах. И мы хотим проанализировать эту практику и распространить на другие университеты. Насколько вот в регионах сейчас, как вы думаете, будет встречено вот это предложение, насколько оно востребовано будет, да, я имею в виду о бюджетных местах вуза? Ну, безусловно, востребовано, потому что это помогает решить одну из главных задач, с которой сталкиваются все регионы и города. Это, конечно, создать условия для того, чтобы молодежь получала образование, жила и работала... У себя в регионе. У себя в регионе, да. И, то есть, условия для самореализации, развития талантов, собственно, там, где родились и выросли. Поэтому вот бюджетные места – это базовые условия. Но важно, чтобы это было не просто бесплатное высшее образование, а важно, чтобы оно было одновременно качественным. И поэтому мы поддержим не менее 100 региональных вузов в рамках специальной программы и запустим отдельную программу, десятилетнюю, для того, чтобы каждый год и материально-техническую базу, и научный потенциал их раскрывать, и помогать им то, о чем сегодня сказал президент, это и технопарки, и участие в региональном развитии, и многое-многое другое. Да, чтобы студентам не приходилось, как Ломоносову, да, идти из Архангельской области в Москву, да. Но все-таки у себя... Я считаю, что это очень хорошо. В первой части послания, если вы обратили внимание, впервые прозвучала идея студенческого туризма. Мы его поддержим, потому что студенты, конечно, с удовольствием путешествуют. И мы хотим сделать точками, местами их проживания лучшие кампусы, которые есть у некоторых наших университетов. Ну да, оценить возможности такие, да? Потому что раньше-то ездили посмотреть на то, что, например, в европейских университетах есть. Конечно. А сейчас внутри России все-таки есть у нас хорошие университеты, куда можно и нужно приезжать, и можно в более комфортных условиях останавливаться в студенческих общежитиях, поскольку появились и комфортабельные студенческие общежития. Поэтому вполне можно в каникулы, в летнее время, допустим, приехать в Крым или на Дальний Восток, или в Сибирь, или в центральную часть России одновременно полезно и с приятным соединять. И посмотреть, уникальные города, и поучиться в какой-нибудь летней школе. Валерий Николаевич, спасибо вам огромное, что нашли для нас время. Да, действительно, это очень важная задача. Валерий Фальков, министр науки и высшего образования, был с нами на связи. А мы продолжим здесь работать. Здравствуйте, Анастасия. Да, Дмитрий.